Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса Послание к Галатам апостола Павла Послание к Галатам написано апостолом Павлом во время его третьего апостольского путешествия. На пути из Галатии, области в Малой Азии, в Эфес. Галатская церковь состояла преимущественно из новообращенных язычников и была основана самим апостолом Павлом. Проповедь апостола сопровождалась многими чудесами и исцелением. Галаты приняли Христово учение с большим воодушевлением. Однако во время своего третьего путешествия апостол Павел получил известие о волнениях, которые были посеяны среди галатов иудейскими проповедниками. Они обвиняли бывших язычников в том, что те, приняв христианство, не исполняют ветхозаветных законов Моисея. Эти проповедники внушали Галатам мысль о том, что для спасения необходимо соблюдать обрезание и прочие обряды и установление Ветхого Завета. Учения апостола Павла о свободе от ветхозаветного закона они объясняли лишь желанием приобрести популярность среди язычников. Лжеучители указывали на то, что Павел не был призван к апостольскому служению непосредственно самим Иисусом Христом во время его земной жизни, не был живым свидетелем его дел и слушателем его учения. Действия защитников иудейских обрядов внесли смуту в Галатскую Церковь. Известие о событиях в Галатии до глубины сердца поразило апостола Павла. В ответ он написал Галатам полное воодушевление, очень трогательное и горячее послание. В нем апостол со всей силой своего проповеднического дара отстаивал основы подлинной христианской свободы. Основная мысль послания состоит в том, что все люди, а не одни иудеи, призываются Господом в основанную им Церковь. И спасаются они в Церкви неформальным исполнением обрядов Моисеева Закона, а только верой в Господа Иисуса Христа, живой верой, которая проявляется в делах любви. Начинается послание приветствия, в котором Павел называет себя апостолом и указывает на особый характер своего апостольского призвания. Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом. Здесь святой Павел решительно подчеркивает Бога избранность своего апостольства. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Далее апостол напоминает галатам историю своего обращения ко Христу. Он указывает на очевидное действие силы Божией, проявившейся в той разительной перемене, которая произошла с ним. Жестокий гонитель Церкви Божией, чудесным образом ко всеобщему удивлению, стал проповедником Христовой веры. Апостолы Петр, Иаков и Иоанн, которым Павел спустя 14 лет после своего чудесного обращения приходил в Иерусалим, признали его апостольское достоинство, призвав благовествовать о Христе среди язычников. Апостол Павел вспоминает, что Тита, бывшего с ним в Иерусалиме, хотя и Эллина, апостолы не принуждали к исполнению закона Моисеева, в частности, к обрезанию. «О несмысленные галаты», – продолжает Павел, – «кто прельстил вас, не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» В Ветхозаветное время царствовал закон, а в Новом Завете царствует вера. Апостол объясняет, что закон был дан по причине преступлений, для обуздания творившихся беззаконий. Нужно было средство, чтобы иудейский народ не предавался порокам и сделался достойным принять обетованного Спасителя. Закон, требовавший ежедневного исполнения многих обрядов и предписаний, не позволял евреям забывать о Боге. Был для них вместо узды. Закон был дан до времени пришествия Мессии. Он воспитывал, подготавливал к принятию христианского учения. Со времени прихода Спасителя и освящающей верующих благодати Святого Духа закон стал уже не нужен. «Ибо все вы, – пишет апостол, – сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы, – во Христа крестившиеся, – во Христа облеклись». Став сынами Божиими, христиане уже не нуждаются в законе, как в сдерживающем начале. Не исполнение формальных правил, а подлинная жизнь во Христе стало главным для спасения человека. Приобщение каждого верующего к Богу в церковных таинствах создает и единство Церкви, которое выше любых национальных, социальных и половых разделений. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы – одно во Христе Иисусе.